всем привет днепр на связи 12 13 сентября на секундочку эти как плывет вода и в бассейне погодка достаточно жарко сегодня вот обстановочка в общем что друзья по обстановке прокомментировали ситуацию в областной военной администрации одесской области сказали что работали силы пво ночью в области при этом зафиксировано не указали что есть прямые прилеты сказали что вследствие падения обломков в одессе и в одесском районе есть повреждения это четыре гаража стекла в 20 частных домах также получил ранение мужчина у него резаная рана головы ему оказали помощь ну и остальные последствия уточняются так что так друзья работали силы пиво и было падение обломков зафиксировано вследствие чего вот пострадали дома гаражи ну и дальше по списку что на повестке дня друзья он как-то новость не новая но она обрастает все более новой информации в общем что мэр ивана франковска такой солидный мужчина на днях давая интервью в теле марафоне рассказал о том что есть большая проблема оказывается ивана франковске увеличилась количество русского языка он сказал что к нему в гости приезжал амбудсмен по правам и популяризации украинского языка они там сидели общались как можно чем-то помочь как там что пришли к тому что делают курсы изучения и популяризации украинского языка памяти ирины фарион они будут как оффлайн так и онлайн бесплатная можно записаться там посетить и так далее и говорит обсудили конечно же огромную проблему то что последнее время франковске появилось очень много русского языка я про себя думаю возможно это конечно связано с переселенцами до с людьми которые бегут от активных военных действий там ищут укрытия но рит увеличилось количество русского языка и это говорит большая проблема и угроза для страны и для ивана франковска я думаю тю какая угроза тогда шо говорить о городе днепр здесь 85 90 процентов русскоязычных русскоязычный город и шо мы тоже угроза для страны для ивана франковска или что это вообще странный молодой человек по моему он разгоняет зраду и псу и сеет вот это дискредитирует и разрывает страну по языковому принципу я бы рекомендовал соответствующим органам посмотреть порыться у него там телефоне возможно найдется у него сообщение от российской разведки фсб и так далее ну пришли к тому что он будет делать на гражданская инициатива то есть это люди хотят будут языковые инспекторы молнии инспекторы чем они будут заниматься потому что многие не совсем правильно понимают смысл да это не то что они то что многие там написали это желтая пресса что будут ходить там вот я иду на там на русском разговариваю ко мне подойдут схватят за руки да начнут там что-то меня учить украинскому или еще что нет это не будет касаться но так пока что по крайней мере в их представлении каких-то обывателей понятное дело что отдельные личности не могут сделать какое-то там до как это называется замечание или еще что это мовные инспекторы будут ходить по кафе по каким-то госучреждениям и вот знаете когда секретный покупатель если их начнут обслуживать на русском языке они хорошо страховать типа не будут но буду делать замечания буду делать его пометочку до карандашиком что вот здесь там-то 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 ну и буду смотреть на реакцию если и начинают обслуживать на русском языке будут просить перейти на украинский если начнутся какие-то козы к дебры когда противница хамство тоже уже будут как бы вот там жаловаться вплоть до полиции составление заявлений протоколов и так далее так что вот такая вот фишка говорит уже 50 человек и желающих стать вот этими мовными инспекторами ну типа платить им не будут это чисто вот да на альтруистических гражданских началах при этом сейчас смотрел опрос свежий во львове жители спросили как вы относитесь к инспекторам да по языку но люди опять же они не сильно понимают смысл и они комментируют воспринимают а так что-то будут ходить по улицам и делать замечания не знаю хватать людей сажать в тюрьму за русский язык и вот одна жительница львова говорит вы знаете я за то мы еще остальным часом у львове побежала российской мовы отца россияны балакают там а иногда можете на хамы образы ну очень надо то чтобы россияну больше стало во львове то есть она воспринимает если человек разговаривает на русском то он россиянин ну логика конечно железно тут не поспоришь морит он и может они могут и на хамить говорит и обидеть офигеть я вам честно скажу что последнее время и в реале у меня было там парочку столкновений и в комментариях не в основном хамят люди которые разговаривают на украинском по крайней мере пишут пытаются писать и шо теперь поверьте мне уважаемые люди которые считают что тут разговаривают на русском языке являются врагом россиянином абсолютно язык не влияет на то как человек да что чувствует как он воспринимает и то что вы пытаетесь как-то разжигать на этой почве какие-то конфликты вносить за диссонанс ну это вас не красят поверьте мне вот такая фигня видите что говорят что язык становится угрозой я вообще не пойму шо к чему зачем они это делают ну пытаются вот расшатывать я считаю что до маривана франковска и остальные личности которые сейчас раз раскачивают лодку по поводу языка они какие-то явно завербованные агенты и делают это специально ну или они настолько ограниченные люди что они считают что на этом они могут как-то выехать реализовать себя страшная ситуация действительно пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу спасибо за внимание помните что бог любит вас и до нового выхода на связь такая вот у нас обстановка языковые инспекторы будут мало не показалось